Сила воли – это судно, на котором не собьешься с пути. Наши древние ученые собирали сумму, бывали на волоске от гибели, ради одного только хадиса. Сейчас у нас есть книга, которую мы можем читать. Быть может, автор ее собирал на протяжении 20-30 лет, обходил всю землю вдоль и поперек, чтобы услышать хадис из уст передатчика, иногда в ущерб самим себе. У нас есть великий ученый. Быть может, его никто и не знает, но Аллах непременно его знает. Его имя – Бакия ибн Махляд. Этот Бакия ибн Махляд – человек из Андалусии. Он жил в Андалусии, на юге Испании. Он путешествовал два раза в поисках знаний. Первый раз – 20 лет, второй раз – 14. В совокупности все его перемещения и путешествия занимало 34 года. Он никогда не садился верхом. вышел из Андалуса, прошел страны Магриба, прошел Египет и пересек его, зашел в Шам, из Шама в Багдад. И все это расстояние он прошел пешком. Он был высокий, выносливый человек. Он вышел из Андалуса, направляясь в Багдад, чтобы встретиться с Ахмадом ибн Хамбалем. И до него дошли известия об испытании имама Ахмада. Испытаниям имама Ахмада не давали широкие огласки. Му'тасим, который завоевал Амарию, к сожалению, из его греховных поступков, что он бичевал имама Ахмада и участвовал в одной из крупнейших фитны в истории. Это фитна создания Курана. Суть, что он наложил ряд ограничений на имама Ахмада, в том числе на перемещение. Ты выходишь из дома только помолиться и сразу возвращаешься, ни с кем не встречаешься. Ибакия ибн Махляд, когда подошел к Багдаду, услышал новости об испытаниях, что имама Ахмада ограничили в перемещении. Он очень сильно был опечален этому. Он вошел в Багдад, оставил свои вещи в гостинице и пошел искать научные собрания. Зашел в одну из мечетей и нашел там благородное собрание, большое тучное собрание. И он спросил, кто этот ученый, у которого спрашивают что-то, а он отвечает. Ему сказали, это Яхья ибн Маин. И Яхья ибн Маин был другом имама Ахмада, одним из больших имамов по хадисам. Он говорит, моя печаль рассеялась, и Аллах мне открыл, чтобы не съела меня отчаяние изнутри. Каких-то передатчиков он дискредитировал, каких-то называл достойными доверия. У него спрашивали, что ты скажешь о таком-то передатчике. Он отвечал, достойный доверие, а о другом это слабый. Как обычно хадисоведы характеризовали передатчиков. Он сказал, я спросил его о передатчиках. Каких-то из них он назвал достойными, каких-то из них дискредитировал. Другие ученики начали возмущаться, сказали, да помилуй тебя Аллах, достаточно, ты уже много задал вопросов. У нас тоже есть свои вопросы. Хорошо, я задам последний вопрос. Что ты скажешь об имаме Ахмаде Ибни Хамбали? Он ответил, разве у таких, как я, спрашивают об имаме Ахмаде? Ахмад, имам мусульман, достойнейший и лучший из них. Он вышел из мечети искать дом имама Ахмада, постучал в дверь, вышел имам Ахмад. Он сказал ему, я человек из отдаленной местности, то есть издалека. И я вышел в это путешествие к тебе. И я слышал, что произошло с тобой. Не губи мое путешествие, сказал ему Ахмад. С какой ты страны? Он сказал, с Африки. Он сказал, твой дом действительно далек. Он сказал, нет, я еще дальше. Я пересек море перед тем, как попасть в Африку. Он же был с Андалуса, с Испанией. Я бы рад помочь тебе подобным. Но ты все видишь, что со мной происходит. Он сказал, я человек, которого в этих местах никто не знает. Давай я буду приходить в одежде попрошайки. Человек неизвестный. Одену одежду попрошайки, затяну пояс, натяну на голову повязку, возьму палку, буду опираться на нее, как будто бы я хромой. Буду приходить и стучать в твою дверь. Когда я буду стучать в дверь, позволь мне войти. Если у тебя буду брать один хадис в день или два, этого мне будет вполне достаточно. И так они договорились. Каждый день он приходил, стучал в дверь, говорил, подайте. Открывал дверь имам Ахмад, он входил, слушал один-два хадиса, затем выходил. И никто этого не знал. Бакия ибн Махля – это один из миллионов ученых, которыми гордится эта умма. Если бы один из них был бы у наших врагов, они бы сделали из него вождя. А у нас таких миллионы. Люди такого сорта, такого качества. Также у нас есть другой человек, Клады Мурастана – Абубакар Мухаммад ибн Абдильбакай. Он находился в критической ситуации. Чуть не умер. Находясь в пути, собирая хадисы пророка, мир ему и благословения Аллаха. Говорит Мухаммад ибн Абдильбакай, как упоминает об этом ибн Роджаб в книге «Табакатуль Ханабиля», что он находился в окрестностях Мекки. И его провизия закончилась. Он умирал от голода. От голода он вышел на улицу и пошел. И нашел мешочек из шелка. Открыв его, он увидел ожерелье из жемчуга. Он говорит «Мои глаза никогда не видели ему подобного». Он взял его и зашел домой. Через время он услышал, что кто-то кричит на улице. «Добрые люди, кто нашел мешочек такого-то, такого-то цвета, ему 500 динаров». Этот человек, его голод вытолкнул на улицу, нашел мешочек. И говорят «Кто его вернет, тому 500 динаров». Он говорит «Я вышел и спросил, какие описания этого мешочка?» Потому что это находка. А Пророк, мир ему и благословение Аллах, сказал о находке «Определи ее внешнюю оболочку и завязку». То есть «Айфаз» «Это мешочек, в который раньше ложили деньги или золото». Говорит он «Он описал ее, и я отдал ему. Взамен он дал мне 500 динаров. Я ему сказал «Я не нуждаюсь в твоих деньгах». И он не взял эти деньги, невзирая на свою нужду. Я вышел из Мекки и сел на корабль. Хотел попасть в другой город, чтобы получать знания. По пути корабль потерпел крушение. Все утонули, за исключением его. Он ухватился за доску. Говорит «Я пробыл в воде дни, куда погонит волны ветер. Подует вправо – вправо, влево – влево, пока волны его не выбросили на суше». Зацепился за кусок доски и держался за нее, пока эту доску не прибило к острову. И он пошел по острову и нашел мечеть. Зашел в нее. Люди пришли выполнить молитву. Увидели, что он читает Куран. Сказали ему «Помолись с нами». Он помолился с ними. У него был хороший голос. Они сказали «Теперь ты будешь нашим имамом и будешь обучать нас Курану». Определили ему плату за обучение Курану, небольшую сумму. Как-то раз они зашли к нему и увидели, что он читает Куран с Мусхапа. И сказали «Ты еще и читать умеешь». Он сказал «Да». Они сказали ему «Тогда учи нас». Они обучались чтению и письму. Он сказал «Так у меня получилась приличная сумма». Они сказали «Мы без тебя не можем обойтись. А так ты вернешься в свою страну и будешь жить как прежний. У нас есть одна девушка – сирота. Мы тебя женим на ней». Он сказал «Нет, нет, нет, я не хочу жениться». Но они настояли и сказали «Нет, ты должен жениться». Они представили ему эту девушку. Как обычно в брачную ночь одевают золото, украшения, ожерелье, не знаю еще что-то. Он зашел к ней и увидел на шее этой девушки ожерелье, которое он когда-то нашел в Мекке. Он начал пристально смотреть на него, не отводя с него глаз. Девушка начала жаловаться. Сказал «Он смотрит не на меня, а на ожерелье». Ему сказали «Ты разбиваешь сердце сироте». Он ответил им «Вы же ничего не знаете. Это ожерелье, я его нашел в Мекке». И рассказал историю, как он нашел это ожерелье, как пришел мужчина, предложил 500 динар и так далее, всю эту историю. Вдруг все начали кричать «Собрался весь остров». Они ему сказали «Отец вот этой девушки говорил, я не встречал человека лучше этого человека. О, Аллах! Приведи его, чтобы я женил его на своей дочери». Смотри, какой получился круг. И женился на ней Хады Мухаммад Мурастани. И Аллах даровал мне два ребенка от нее. Хорошо. Затем она умерла. Затем умерли дети. И я унаследовал это ожерелье. Смотри, в конечном итоге кому досталось это ожерелье? После того, как он оставил его из-за своей веры. Это только одно путешествие. Мухаммад ибн Абдельбату. Из его путешествий. Он мог умереть в море. Но несмотря на это, он смирился? Когда корабль потерпел крушение, он смирился с гибелью? Никогда. Что же движело ими? Ими движела вера. И движела любовь собирать слова посланника Аллаха, мир ему и благословение Аллаха. Всех? human? Нет. Продолжение следует...